Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на решение Верховного Суда не открывать дело из-за отстранения главы КСУ Александра Тупицкого. Подоляк назвал отказ Верховного Суда очень красноречивым и отметил, что суд даже не стал открывать производство по иску главы КСУ. Вообще, Тупицкий очень некрасиво мечется, пытаясь хоть как-то переиграть ту реальность, в которую он сам себя завёл. Этически он уже не может быть ни главой Конституционного Суда, ни судей Конституционного Суда. Это понятно для общества и для юридического сообщества. Но пока это не признаёт сам Тупицкий. Чем быстрее он это признает, тем лучше будет для всех и для него тоже. Никакие махинации и попытки обжалования ему не помогут, подчеркнул он. Подоляк снова заявил, что указ президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ и вручение ему подозрений абсолютно законны. По его словам, единственный логичный выход для Тупицкого из этого кризиса – отставка. 3 февраля в Верховном Суде заявили, что не стали открывать производство по делу об отстранении Александра Тупицкого. По данным журналистов, ИСЦОМ был сам глава КСУ. Он требовал признать указ Владимира Зеленского незаконным и отменить его. В суде ответили, что это не их юрисдикция. Также в Киеве в ходе митинга возле телеканала «Наш» произошли столкновения с силовиками. Противостояние началось после того, как участники акции за закрытие телеканала попытались прорваться к зданию. Отмечается, что представители патриотических организаций потребовали прекращения работы канала, аналогично с телеканалами Тараса Казака. Они подчеркнули, что канал занимает антигосударственную пророссийскую позицию. В самом телеканале считают подобные акции давлением на СМИ. 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком в 5 лет в отношении Тараса Казака, бизнес-партнера и депутата АТПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов 112 Украина, Ньюсван и ЗИК. Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины при остановлении исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий. Международная и Европейская федерации журналистов раскритиковали санкции против телеканалов, назвав такое решение политически мотивированным и необоснованным с точки зрения правосудия. Они считают, что действия украинских властей не соответствуют международным стандартам прессы и свободы слова. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok